Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это еще одна быстрая дуэль в Seedmare Civilization 6. Быстрая не в плане своей длительности, все-таки она будет 2,5 часа, а то, что на ход дается мало времени. В данном случае 80 секунд на ход. В прошлое, которое вы видели, было 70. Я решил немножко увеличить, и в принципе я думаю, что 80 секунд это то, что надо. Можно успевать нормально ходить, если не сидеть долго раздумывать. То есть для людей, которые уже разбираются в 6-й циве, 80 секунд, по идее, такой таймер, благодаря которому вы будете очень быстро ходить. Так, блиц-дуэль получится. Ну что ж, опять Пангея, все разрешено. Соперник предложил на выбор Америку и Норвегию. Я взял Америку, по-моему, она посильнее, благодаря своей способности. Плюс 5 к силе на континенте своем. Так что приятного вам просмотра. Слушай, Нел, ну плюс 5 к боевой мощи на своем континенте в Америке это как-то сильновато. Что там Норвегия? Может всего лишь корабли строить? Вряд ли я буду на море ставить, правда ведь? Ну, не будем. Но Америку обычно на какие-то странные, на море ставить. Точнее, даже рядом с Чуньей. Не будем далеко ходить, противоконтинент на 9 до 1. Просто на одном континенте надо будет города ставить. Особо не выделываться. Ну что-то у меня из последних генераций Америки это у нас всего море было. Логичнее, что ты отойдешь от моря. Так, давайте, наверное, каменную кладку сначала. Давайте, так как тут таймера нету на первом ходу, а будет таймер 80 секунд. Давайте мы с нами на дуэлях. Ну, понимаешь, в дуэлях я бы не стремился прям так за религией. Просто тупо потому, что ты... Она же работа, если ты ее распространишь. А тут довольно сложновато будет тебе ее распространять, прямо тебе скажу. Я, например, сыграв в две дуэли, ни разу не смог. Я ее укреплял, да, то есть брал религию. Но она оставалась у меня в столице и все. Так, животноводство. К сожалению, плантации не смогу ускорить. Давайте, наверное, все равно гончарное дело поставим. Потом обработку бронзы. Пока так. Пока так. Здесь тоже сразу на мастерство поставлю. И начнем со строителя. Даже не буду пока разведчиком что-либо делать. Поехали, все. Таймер 80 секунд. Вначале это еще будет более-менее терпимо. Но потом... Буду явно не успевать. Ага, вон у нас варвар уже. Бежит куда-то. В принципе, старт очень неплохой. Вот надо еще эту клетку будет купить. Тоже три еды. И производство будет. Тут вообще есть две еды, два производства. То есть... Для... Начала игры... О, лагерь. Сейчас как раз могу попробовать... Обработку... Раза не ускорю. Но что-нибудь ускорить могу попробовать. Так. Два жителя. Давайте, наверное, лошадейку. Близь не будет, сколько мы близко будем. Что? Будет интересно, насколько мы близко будем. Ну, то опять же в разных дуэлях по-разному. Да, и у меня как бы этот мод стоит, который... Ну, сбалансировано. То есть, как минимум, не ближе к десяти клеток точно. Ну да. Там скаут побежал, не знаю, видит он меня или нет тут. Так, начну с камня. Потом лошадей. Потом вернусь. Алмазы обработаю. Давайте прачников. Надеюсь, тут у воровов никто не появится. Да, появился, блин. Может, мне отойти, чтобы он не подходил, меня не обстрелил. Хотя, ну... Хотя, ну... Наобойных атаках, а то он сейчас будет меня обстреливать. Я-то следующим ходом, по идее, должен убить. А, животноводство еще не открыто. Надо вернуться. Блин, не хочется возвращаться. Хочу лошадей уже обработать. Так, плюс пять против варваров. Какой мне тут пантеон может зайти? А, ну вообще, бог кузницы. Давайте, наверное, пантеон все-таки попробуем взять. Так, ускорили военную традицию. Продолжаем строить прачников. Ну, здесь есть места, куда города ставить. Так, один ход до животноводства. Уже дождемся. Что-то я ни одной руинки, кстати, не нашел. Ускорили верховую езду. Вон этот скаут с этого лагеря. Так, что тут обрабатывается камень. Да, здорово. Ну, надо идти алмазы обрабатывать. Иначе у меня сейчас несчастье будет. Все случается когда-нибудь в первый раз. Нет, далековато от них подсказки. Ты у нас... Ну, Израиль ближе, чем Китай. Дальше уже. О, руинка. У нас в чате четверо человек, на самом деле. Реально чувствуется. Сюда пойду пока. Ой. Как-то я неудачно влез. Хотя, слава богу, никто не атаковал. Так что нормально. Еще руинка. Так, а я все еще на одном континенте, да? Да. Ну, давайте поселенцев, наверное, уже струить. Ускорили раннюю империю. Так, пока мастерство и кончарное дело. В эту сторону пойду. Ой-ой-ой. Вот этот... Польша-си. Польша-россия у вас? Никто с ним уже не из России. Да, хочешь? Так, счастье. Ну, тут, кстати, можно будет Стоунхенш построить. Опять что-то ускорил. Колесо. Обработку бронзы ускорили, да? Нет, не ускорили. Или это здесь не видно просто пока? Да, не видно. Ну, это глюки. Пойду туда дальше смотреть. Ну, а поселенцев, наверное, вот тут. Один город, другой. Вот тут. Лошади будут. Ну, в общем, здорово. Блин, бежит. Этот лучник стреляющий. Ну, еще лошади. Да, кстати, соперника мы до сих пор не встретили. Еще лагерь. Надо попробовать его, конечно, убить. Ну, ой. То он меня пробует убить. Нет, пока не будем менять ничего. Ладно, уходим. Не хочу дуболомы терять. Так, мне вот тут советуют. Ну, я, собственно, наверное, и соглашусь. Интересно. Прям в развитии играем. Потому что фиг знает, где соперник. Опа. Или это АГГшку встретил? АГГшку встретил, причем первый. Военную. Причем военную. Что не очень. Ну, хоть какую, конечно, но хотелось бы научную, например. Идти себе сюда встал, то этот прачник подошел бы и убил. А так, два хода он не успевает положить торговый путь. Так, соединяем. Ставим город. Прям ты хоть табак обрабатывай, чтобы быстрее пантеон принять. Ну, давайте с табака начну действительно. Я думаю, скорее всего, слева все-таки соперник. Я думаю, соперник слева. Так. Я хочу, пожалуй, здесь ставить город. И надо вот сюда наверх четвертый. Тоже первый встретил. Так, что-то интересное сомнение, что соперник может быть слева. Может быть и справа. так, что с железом. Вот и проблемы начинаются. Железо не видно. Так, берем пантеон. Бог кузницы. Здесь меняем. Бабежки дольки дают послуг за первым нахождением. Да. точка это в 2 на 2 или 3 на 3 там. Послов не дают почему-то. Блин. Вот этот скаута надо убить. Иначе он сейчас приведет своих друзей. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru Если вы сомневались заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймете, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово Леша играет. Да, надо куда-то вот сюда ставить будет город. И, наверное, стоит рабочую выкупить. Еще лучше идей сразу обработать, чтобы у меня двое были. овец, лошадей, блин, надо рис обработать, чтобы ускорить плантации. Блин, это я неудачно, конечно, походил. Очень неудачно. Так, ладно, Веру убираем. Стрельбу из лука прокачали. Юнит захвачен. Так, Ранняя империя. Последний поселенец строится. Блин, там еще варварский лагерь, по идее, может быть. так, все поселенцы есть, торговец после каменной кладки. Давайте орошение. Ну, в деньги пойдем, блин. Не могу встретить соперника, что ж мне теперь коммерческие районы не строить. побольше прачников сделаю. Из Балтимора отправлю. Кстати, хорошо, что я Раннюю империю ускорил из руины, потому что в дуэли все три ггшки найти сложновато. Сложновато. Так, Вашингтон. прачников А эти еще штук шесть прачников сделаем. кстати, пока не требуют содержания, ничего. первые юниты ничего содержания не требуют. Поэтому имеет смысл строить много их, и собственно такая стратегия, а потом уже апаться в более совершенные юниты. тем более, что у меня бог кузницы. растет, растет. Не хочу вот сюда на рис переключать пока. Ну, эти уже орошение открою без ускорения, потому что открывать надо, а рабочего у меня украли. Куда этот делся в итоге скаут? я на месте воружского лагеря город поставил. Но если он сейчас меня атаковать будет, то особого выбора у меня не будет. Придется Давайте строителей. Нифика не обработано. В Вашингтоне недостаточно жилья. И где еще? В Нью-Йорке. Собственно, производства особо много и нету. Щаамбар можно построить. Отлично. Так. А, блин, я не то насчет политической философии, я думаю, ускорила. А тут Ранняя Империя ускорилась. Ладно. Мне нужна политическая философия, это ускорение. Но заберем лагерь. Тут я город как раз и поставлю. О. Возвращаем рабочего. Ну, знаете, надо к этому лагерю, пожалуй, идти. Первый губернатор. Естественно, Магнус. Ну что, смогем ли мы выйти в темную эпоху? Сколько ходов? Два хода. Ну, я думаю, что да. Должны. Так. Так, здесь овечек, лошадей и табак. Ну, кстати, ресурсов счастья у меня не так уж и много. К сожалению. То есть, собственно, табак и алмазы, получается. Ну, вот еще ртуть можно будет куда-то сюда город поставить, например, для ртути. Монумент. Ну, амбар. Варвары атакуют. А вот и Норвегия. Да, долго мы друг друга не встречали. Блин, и в итоге я в нормальную эру. Не мог он на один ход позже прийти? Блин, он на городе не встретит. Что у него, кстати, с армией? 104? 74, ну. Что, военные лагеря строить? Я думаю, что надо военный лагерь в любом случае строить. Не знаю только в Вашингтоне ли. Не, ладно, продолжим. Строителей. А вот лучше правительственную площадь построим. Так. Против варваров производство. Вот пока, наверное, имеет смысл все так оставить. О, не разобрались с этим лагерем. Ладно, поведем тогда прачников туда, в сторону норвежца. Ну, в отличие от меня... Ага, вот у него город. В отличие от меня он знает, где я расположен. Ну, вот между нами немножко такая пустота. То есть, мне вот тут где-то... Ну, вот на этом озере, если только. Так что пока я не Виктора беру, а улучшаю. Да. Ты прям даже в золотой век вышел, я смотрю. Ну, блин, это ж Норвегия. Там просто за драках 7 очков дает. Угу, дан модул... Он первый нашел. Сначала все-таки табак обработаю. Потому что счастье надо. Правительственная площадь. Где же мне ее лучше поставить тут, наверное? Так, и после денег я хочу открыть астрологию. А потом колесо, потом стрельбу из лука. Да. 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 я нашел одну. И то она там. Как-то больше в твою сторону, чем в мою. Так. Вот теперь у Виктора. В Балтимор. Два заряда. Так, это давайте в Новый Орлеан тогда. Двадцать монет не особо интересно. Так, этого в Нью-Йорк. Пускай камень обрабатывает. Пускай камень обрабатывает правительство. Два хода до политической философии. Давайте амбар. Нет, монумент. У него, он явно меня будет по культуре обгонять, потому что Нанмадол нашел. А, прикол в том, что у меня до сих пор нету железа нигде. Слушайте, мне надо тут будет поставить все-таки город. Это единственное железо, которое рядом со мной я нашел. Так, центр коммерции. Где-то тут вот бегает его юнит. Ну да, надо где-то тут все-таки поставить. Вообще, в принципе, вот тут-то и ничего должно быть. Тут крестная вода есть и... Так, куда возьмем? Давайте пока олигархию. Производство плюс пять против варваров. Плюс пятнадцать производство для чудес. Плюс пятьдесят представителей. Так, давайте, наверное, не чудеса пока строить, а все-таки... Поселенцев. Поэтому плюс два золота. Ну и против варваров пока оставим. Блин, ну... Это способность Америки. Он дипломатическую на любой меняет. Поэтому все-таки плюс два влияния давайте. Мне нужно влияние. Так, вот и Стоунхендж. Виктор приехал. Так, тут зал приемов. Америки. Вот. Уфу. Уфуу. Уфуу! Уфуууууууу. Уфуууууууу. окружаем его юнит и будем пытаться убивать жестоко да но что сделать за атаку фланга надо открыть сейчас зал приемов открою и начну строить поселенцы сюда это пока оставляем пойдем в оборонительную тактику что скорее всего я буду объявлять войну а не норвежец что вообще города государь на модул торговый путь священное место создать торговый путь эти никаких рек тут нету и не очень удобно будет города ставить и как вообще атаковать соперника не очень понятно как раз катить копейщика из лагеря варваров гайд подойти туда прашником идти потом им и столицы да точно он так долго бежит за тобой странно куда тут юнит и норвежцы делись ну скаутами нет смысла убивать он не атакует практически хотя ну бывает он бывает что атакует но такое редкое событие так вот и конец наши пангеи ну в принципе мне еще есть куда города ставить этим надо заняться на самом деле сейчас я зал приемов построю начну поселенцев клепать так вот так вот так вот так вот что там с армией 178 106 ясненько надо отходить я думаю что наткнул прачников в лучников так надо бы железный рудник водяная мельница три разных спец района так что по науке 11 13 10 науки ход у него больше он явно кампус построил да а нет священное место и гавань и военный лагерь еще и города больше моих пожалуй отойдем а 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 Продолжение следует... Так, надо бы... Клетки пообрабатывать, конечно. Видите, тут много необработанных клеток городом. Город занимается большим количеством... Ну вот сюда я хочу поставить. Тут тяжеловато его обстреливать, этот город. Вот здесь. Раз, два, три. Да, хорошо он тут будет. Тут, конечно, тундры дофига, но и пшеничка есть, и железо есть. То есть, жить можно. Жить. О, вот и чудо. Озеро. Крейтер. Ну, дает четыре веры и одну науку. Так. Так, давайте из Нового Орлеана. Отправим. Я думаю, надо еще поселенца. Где-то тут ставить. И тут, кстати, неплохой город. Может быть. Почему, собственно, и нет. Пока стоит карточка, надо... Можно еще два поселенца, я думаю, построить вполне. Так, тут уже берега, похоже. О, руинка никем не найденная. Так, надо только обработку железа не забыть отключить. Два хода пооткрываю. Поставим в защите. Тридцать веры. Но он, видимо, будет защитника веры брать. Я к этому не стремлюсь особо. Хотя, вообще, можно было бы Стоунхендж построить. Давайте построим вот после поселенца. Вашингтоне Стоунхендж. Еще у него 22... 13... 12... 10... Так, это... Рейна прибыла в Нью-Йорк. Тут еще явно руинки есть. Никем не найденные. Ну, тут Стоунхендж ставится. Так, возьму... Пингау возьму. В Новый Орлеан. Так, значит, этого я хотел либо здесь поставить... Ну, вообще, больше мне почему-то тут хочется его поставить. Там, видите, олени всякие. Вот сюда давайте. Отстроим Стоунхендж. Четыре хода всего. Я не знаю, неужели у него нету камня? Сколько у него тут ход? У него Пророк. Только через 17 ходов. Со священным местом. Не успел. И не успел железо отменить. Ну, знаете, фиг знает, когда я это... Оракул. Оракул можно будет построить, кстати. О, лагерь. Давайте пока феодализм. Так, торгуец. 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 Пока чисто такое на развитие игра у нас. Он военный лагерь. Три даже военных лагеря построил. Ну, или... Наверное, два издания. Две гамони. И все. Неужто меня будет обстреливать? Ну, зря я, конечно, так встал. Не спорю. Так, из Нью-Йорка уже бегает. В Новый Орлеан давайте перебросим. А здесь висячие сады будем достраивать. Тут. Тут, тут, тут. Вот военный лагерь, конечно, в сторону норвежца было бы неплохо. Причем, наверное, сюда, а из Балтимора тут поставим. Хотя он тут кораблями может обстрелять. Давайте все-таки сюда. И... Купим рабочего тут. Лагерь варварский. Ну, вот у него камень-то есть. Конечно, у него есть где Stonehenge строить. Не знаю, по какой причине он решил, что священное место круче. Так, я, пожалуй, отойду. Потому что мечник это круто. Слупа тысячи делать за респаунился мечник. Да, я видел. Но это твои проблемы. Ничего, он тут скопил свои юниты. Ну, так что защитника веры возьму я. Не знаю, почему... Слушай, а что ты решил священное место вместо Stonehenge строить? У меня камень только в третьем воле. Ну и что, там долго Stonehenge строится? Вот именно этот... Я место по третий город разведал уже намного позже, чем я священное место начал класть. Ну, мне священное место все равно понадобится тогда, иначе я просто не могу религию разнести. То есть у меня защитник веры только в столице будет. Ну, бесплатный ресурс в этой клетке. Так, ну кто у нас будут поклоняться черепахи? Производство и... Так, крестовый поход, защитник веры. Так, крестовый поход... Мы пока не будем размещать... Торговец... А у тебя в столице что ли камень? да так слоника попытаемся взять мог принять ханш или нет это проект 5 ходов блин свалит отсюда дай пройти а вот слоник вот этот копию ресурса просто у меня его нету ну вообще можно было бы использовать этого торговца для разглядывания всего что варвары вы убить не могу что поднимем с этим лагерем разберемся кстати еще торговыми путями можно религию разносить так что там у него блин он армию строит ну или он опнул просто лучников но я бы наверное колясочки то поднастроил так феодализм стремя ученичества нет ученичества пускай открывается пока амбар завершён давайте кампус построим потому что тут есть гора так сколько там 10 ходов и мне не хватает 3 очка до золотого века века лисячие сады все золотой век есть может тапнуть в лучников пока оракул плавает этот давайте купим строителя и и хочется оракул построить реально здесь торгует завершён тут кампус имеет смысл давайте куплю тоже строителя пока древние стены построим что будет военный лагерь блин не успел походить давайте олени обработаем здесь идем в стремя феодализм пока отменяем почему я не могу сюда походить так слушайте надо коняшек поднастроить я думаю а именно тяжелых колесниц ну тут стену закончу тут рынок закончили даже кампус закончу здорово включает эту клетку в свою территорию сюда наверно так и так сделать он помню две клетки может ну несколько раз работает здесь заряды три действия будет в этом блин 7 ходов вот и война пошла там показалось что мне раньше 90 секунд хватает еще 80 и вдруг не сперестала хватать вот и нанмадол что ли у меня захватил юнит до поселенца нанмадол захватил там фиг с ним не то чтобы я спешил не то чтобы я прям горел же до желанием там город ставить но не помешал бы город прямо скажем да так давайте при подготовке кавалерий начиная не успевать шоу бандар бруной с карфагеном драться не на жизнь а на смерть библиотеку тут построю в балтиморе здесь у меня был военный лагерь в чарльстоне стены так и надо виктора туда перебрасывать чарльстон так и здесь продолжаем тяжелую колесницу все зря уберем пока ну блин тяжелая колесница аппин мне уже пикинеры здорово Продолжение следует... 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 Так, в Нью-Йорке кампус, нет, давайте тоже строителя, здесь конюшню, здесь назначаем лян. Субтитры сделал DimaTorzok Все, умрет воин. Кстати, а он в каком веке? Он в обычном. Здорово. Давайте кампус. Здесь вырубаем, строим промышленную зону, здесь вырубаем, блин, надо торговца купить. Бародерство в военных лагерях. Станем в защиту, но, конечно, это не поможет. Субтитры сделал DimaTorzok Сколько у нас? Три. Мой поселенец. Перекупил обратно на Нанмадул. Плюс два, плюс два золота производства, антикавалерийские юниты. Видите, наверное, я не хочу пока юниты строить. Что у нас с силой? 516, 266. Мне бы в наемники выйти, кстати. Давайте наемников откроем, апнем лучников. Хотя, сколько у меня лучников-то? Ну, одни праздники еще есть, рад. 4 и 1, 5. Надо поднастроить немного. Лучников в этих... Ну, где лучники? А, арбалеты. Построил конюшню и строю сейчас лучников тут. Не лучников, а арбалетчиков. КОНЕЦ ИНТРИТЕЛЬНОЕ СИПАЛЕЦ ИНТРИТЕЛЬНОЕ СИПАЛЕЦ НАТОРОЙНОЕ СИПАЛЕЦ куда-то берсерк плывет грустный куда эти грустные берсерки плывут неужели хочешь прям в тыл мне ударить мы их тут встретим у тебя один берсерк утонул да блин у меня сообщение о завершенных технологиях закончить иначе и вылезли они многие следователи следовались да это постаменно я больше все хорошо раздражает я что-то завтыкал проверить что ща они откроет откроется обе хотя бы сделал немного карт а тут другу лицо два сообщения даже обидно но меня радует что ты страдаешь так нью-йорк балтина чарльстон из нового орлеана прекратил бегать наемники один ход четыре хода арбалетчик это долго давайте мы тут лучше торговца можно мы и укрепление починить и 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 а прачник где а он там гуляет все еще так но для лучники все а вон еще один научников больше нету все я мог я могу торговцев просто покупать у меня же монументальность пошли лучники что забрала искусством войны а что за искусство войны полководец который при активации дает рукопись но это важное наземный военный юнит сформирует корпус надо брать все-таки высадился этим одним берсерком даже сейчас я твою стольню не буду зачем тебе видеть мою стольню а все а и а и и и и и и и и и Девушки отдыхают. Так, математика. Книгопечатание. Здесь гильдии, средневековые ярмарки, торговая республика. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Защита. Что, проатакуют копьем, нет? А, он уже походил. О. Тут копье. Что у него с армией? Не очень. У него с армией не очень. Будем честны. Ну, стоим тут. Убилай. Хочу убить мне его. 12 культуры О, арбалеты Че-то потерпелся Отличник Наверное, отойду здесь Рыцарем Кстати, вообще, наверное, стоит Мангу купить поселенцы, нет? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТИ intervention У меня минус по деньгам, конечно, это не очень хорошо. Надо уже карточку на содержание юнитов брать. Какую-то пшеницу, собственно, надо с этими варварами разобраться. Опа. Прямо к городу пришел. Купил такие, купил. Кого купил? А, город-государство? Пойду даже рыцарем сюда прибегу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА арбалетчик так ясно к нему тут не очень удобный проход но он есть а а а а а Священное место хочет. Сейчас будем в твоих храмах в уголке какать. Что-то я не врубаюсь, а что-то у меня юниты по 3 хода получают. Может я там какой-нибудь золотой век офигительный? Нет. Самый обычный, подстойный век. А, слушай, у меня тоже 3 хода. А, это по дорогам, правда, по дорогам. Да видишь, я арбам по холмам бегаю, как у снега. Ну, читы подрубил. Так, пока олигархов все был в течение этого хода. Сейчас два раз. Почему, расскажи. Рядом от мира, ну, как генерал. Пасан так скрипно сидел в лагере, кемпин. Загон лошадок. Олигархия пока плюс 4 дает, поэтому я ее не меняю. Да. Отпугался, да? Да. Отсвечения не было. Отпугался, да? Это может быть невозможно. Все-таки, это может быть невозможно. Так, боюсь, этого рыцаря. Все-таки. Я думаю они ударят в них. Да не, за чоль? Блин, минус кульки. Поймал. читала были оттупо ходит давайте починим тут укрепление хотел магнуса повысить не лучше повышу рейну ничему из него чит одного посылка остырил на мудок чакашпан как агент очи и 2 нет что тут новое появилось то он перекупил какого я не успел принять рядом бегаешь ну и не ты гадашки ком вот обидно ну-ка постреляй по корпусу интересно сколько будет сниматься генерал что учение ну чё можно даже постоянно мой дорого он анмадола вообще юнитов нету я смотрю слился к тебе решил что дело такое клёвое старое к нему нет нормально тут на рабочем убежал решил поэтому стрелять вот ты фаст кликер все-таки нечем что я оракул до сих пор не построил надо достроить а вот а и 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 я просто больше потеряю не то в чем отступать опять золотой век вышел потерял то он сдох что из двух смысле да так у тебя арбалест двух выстрелов сдох арбалеты они такие слабенькие и лил пушки ступим короче человек нему лезу пускай он ко мне лезет надоело сидит в защите экономики нету нифига и хочет чего-то еще и тут в двух городах ничего не строится у меня в 4 ведь у него уже мощь больше уже полез потерял кучу юнитов надо заняться экономикой так что тут появилось что у меня убрались скидка нафиг надо содержание юнитов ставим плюс два золота плюс два влияния бонусы от соседства очень судьба твоих трех коней как судьба моих трех герстеков да надо блин отойти просто заниматься развитием хай он лезет так надо про только в юниты у меня с ним зрение для книгопечатание мне книгопечатание так открыто вообще надо запретный город построить на ровном участке рядом с центром города двадцать семь ходов нифига себе развлекательный комплекс скорее так какие нас тут юниты дальше прикольные бомбарды это надо открывать тем вакиси вани У меня надо Нанмадол и Бандар-Брюней держать в союзниках, а Карфаген я могу, например, захватить. Поставить тут город и Карфаген захватывать. Ты загрузился? Ну, у тебя таймера нету, да? Нет. Единственный случай, выпал, передвинуть ее нибудь. Так, надо тут купить рабочего и... Извините тогда. Позволяется, шпионов, постоянная посольство. Здравствуйте, Леша Халецкий. Это просто честь для меня услышать голос. Все, тогда покидаем... Спасибо, пока. До свидания. Надеюсь, как-нибудь еще встретить в игровых просторах. Не дает. Так, нам торговую республику взять, наконец-то. Отходим тут арбалетами. Берем торговую республику. Содержание юнитов плюс два влияния. Не хватает комнат на двух. Так, на двух не надо комнат. Можно просто созвониться друг с другом и все. Ну, логичный. Давайте новые строители получают. И бонус от соседства промышленной зоны. Так, я хочу эти два города держать в союзниках. А вон, кстати, Бандар-Брюней на Карфаген пошел. Так, селитра. Есть. Кстати, там есть ускорение. О, нарезные стволы как раз ускорились. Здорово. Будем на холмах тут стоять. Культуры вообще у него нету. Ну, мне надо священное место, кстати, построить. Почему дракарам нельзя не надо? Что ты говоришь? Почему грамить караваны нельзя морскими? Ну, с моря. А, ну да. Просто там не все же. Ну, почему-то карваны не надо. Создать мушкетеров. Походу, я застрял в обычном веке. Да. Что в золотой сне? Ну, монументальность тут, по-моему, круче всего. Международный, вот в данном случае, он у меня не надо. На других континентах. Сход евангелистов. Слушай, у тебя тут вообще еще есть шансы какие-то, по-твоему? Ну, я не знаю, сколько там все печально. Если ты уже в пушечках. Ну, бомбарно, прям. Ну, может, реально печально. Да мне просто даже не надо на тебя нападать. Ну, ты золотой засел. Сейчас, на эпохе. Я могу сидеть, развиваться, и все. А тебе... Ты меня в развитии никак не догонишь, по-моему. Нет, я не прав. Ну, прав, скорее всего. Ну, что, нанмадол собирается попробовать захватить. Ну, там 46 со стенами. Что-то у меня большие сомнения, что получится. Чем-то у меня большие сомнения, что получится. Впервые. Ну, тут уже понятно из территории, как все выглядит. Может, таракотку построить. Две единицы лояльности, заход. Нафиг надо. Точно пошел нанмадол брать. Надо ему помешать. Да, надо запомнить, где морских нации нам на домах. Что он тебе дает, ваше районное побережье и две культуры? Сначала не могу помнить, откуда у меня столько культур. И чё-то. Идите в пят. Потом предположу, что культурная ГГшка может дает. Единственный вариант. Блин, он нанмадола, только катапульта. Здорово. Ещё может... Так, я хотел в гостине купить строителя. Перекупил нанмадол. Ой. В сторону твоих войск вытолкнули. Ты думал, тебя оставит там? Что? Думал, тебя там оставит? Думал, тебя там оставит? так священное место надо флаусь карфагену сейчас собственные брать вас планушка он эвакуируется фиг с ним а мы карфаген возьмем даже правительство не успел принять и и и и и серьезно будем смириться у кого больше послов но где же ты выигрыш ты это кило кисло маник ну так может не надо тогда будет наверное купить еще поселенцы здесь поставить так давайте вот этот плюс 50 плюс одно довольство с двумя и более специализированными районами и вот дополнительное золото значит у нас 59 с половиной 43 с половиной 66 и 236 уменьшилась наверно бонусы центра коммерции покруче будет вот эти защита карфагена уже снята что там для оружейную построить оружейная скоро будет через три хода так и шпион есть где он там честно высаживаться собирается а 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 из нью-йорка 2 балтимор с вашингтона давайте всех возьмем а 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 тоже странный генерал вообще можно в бостоне его использовать так что тут ученый мы настроить в этом районе банк и рынок так это вот сюда в бостон надо перебросить это что тоже хороший высадился блин эти же выбрал пороху вроде как два рвы помогает да-да беги обратно на воду еще мало разведчик закресил крыла да я вижу эти бонусы соседства кампуса поставим вот это что у карфагена два юнита один июнь и и и и и от и и пошла атака ну пока фронт свободный надо воспользоваться шансом ну как свободный у меня тут в принципе есть юниши нам из-за милатрии мы заполучили печально закончить поймали тебя там на там вагон арбонет ну вот он лезет ко мне здорово то что надо так сколько у нас мушкетер дает 55 купить его можно все строители купили нет надо для священного места все-таки беречь с п ну вот 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 чё убьют этот арбалет я надеюсь да ладно защиту встал сдох с нифига си своего миссионера видишь это секретный агент так надо какую-то армию поднастроить я думаю первых всадников чтобы в кавалерию опнуть потом строительная инженерия откроется то есть он ведет чтобы плюс 10 около моих городов салучить лагеря совсем я скачаюсь так что это за адмирал такой дает передвижение скажи генерал мне придется священное место где-то в другом месте строить но просто в лагере сидела и незаметно так оттуда напулива по тебе ну и не юниты соответственно там бегали по холмам под бешеным и а и и и и и Продолжение следует... Ну, он поступил, как я. Пришел, слил юниты. Зачем-то. Ну, кстати, он не... Не укрепил тут свою религию. Ну, в смысле, не принес. Видите, три из трех. Так что окей. Продолжение следует... У меня этот торговец сдает сразу рынок и амбар в городе. Ну, так себе атака была, прямо скажем. Согласен. Там пора мне уже не было, если там роман. Ну, или какой-то старый билет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему он не выбирается? А по данному не я что ли построил? Нет, построил. Ну, давайте тут священное место. Надо, короче, купе усадников строить, выходить в национализм, корпусами кавалерии и просто сносить уже парня еще на этом. Занимаюсь какой-то фигней. Ну, а будет помозговать над практиками зановления. Помозгуй. Ну, просто сах более-менее было, вот. Даже, что он тогда нормальный века свалился. Ну, в общем, свалиться в нормальный век это самое противное. Видите, я не могу здесь, не знаю, что мне святилище покупать миссионеров, потому что не распространена религия сюда. Там уже мушкетер вылазит из лагеря. Ну, у меня вообще скоро кавалерия. Сдаться еще не хочешь? Да, уже можно. Ну, так будет. Можно было попробовать религиозно, но то, как я разобрал защитника, во-вторых, я на священные места фокус не делал. Будет подумать над этим. Сломали. – Капайс. – Не больно. чудо далековато вот этот америки я только одно нашел который рядом с тобой вот это озеро крейлер не второе в общем на море от филадельфина а так шут карфаген пойдет или нет на один ход до корпусов ну да у меня один ход корпуса 3 хода кавалерия я думаю что корпуса кавалерия уж тебя снесут ну мне кажется просто ты как-то подзабил на развитие то есть я вижу что у тебя нету не особо там много компус этих кампусов пусть и построил два военных лагеря как-то в начале но ты думаешь тут генерал важен так вот один поставил на поставил один только застроил почти серединился что карточку завтра поменять я не успевал ходить у меня дальше очки бешено накопились симпатически все нормальные великие люди мои было местицизм выйти и поставить карточку на пророк или проект сделать ну я видишь там проект пять ходов делался он делался не в столице ну делался бы мамой на молитв да мог бы пророка забрать первым я увидел что ты священное место построить я спокойно стоун фенш поставил еще ну и в америке все-таки плюс 5 на своем континенте и вообще к эти другой континент не нашел у нас и поводение не должно быть не должно быть другого континента и все просто тупо плюс 5 имею на а и и и и и и и и В любом случае я не сильно рассчитывал на победу, я аж особо этой дуэли не пытал Ну как бы были дуэли, но они такие, типа FFA-4, каждый на своем континенте сначала за робу, с таймером считать спинуть Ну там все сводилось к тому, кто быстрее выйдет в железо И что, мечниками сносить? Или рыцарями? Не, мечниками. Ну там правда зависит насколько близко столица, если некрасиво будет Получил броненосца, потемкин Рыненосец Какая красивая стратегия Что это? Нифига там сто силы у нее Че, а, ну... Это, по-моему, бонус америки? Америки или... Превосходство разведданных? В смысле превосходство разведданных? Ну... Я на волну на каву у тебя написано Плюс 3 разведданных передвижений Ну, может, я просто шпионок тебе посадил? А... Может быть... Ну, в смысле, диквидимость Ну, да Музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Постреляет, что ли? Пока возможно здесь. Четыре раза. Нанмадол тащит катапульту. Я думаю, ты гг тебе будет. Ну, город, кстати, не особо сильно. В кавалерии. Борька. Борька, Ака, Виктор. Или Виктор, Ака, Борька. О, я сейчас посажу бариненосец. Он же достил города. Не знаю. Наверное, только наземный юнит. Хотя посмотрим. Это я не пойму. Я посадил галеру. Ну, точнее, врага в начале игры. Он две силы дал как-то. Потом я вывел галеру. Сила как-то не убавилась уже в более поздных этапах. Десятку накинул. Блин, у меня как бы было 63, так и показывает 63. Но при этом, я, кстати, стреляю, и мне написано сила города 40. Хотя видно, что он урона как-то не под 40. Это какая базовая сила его арбалетов-то? Тридцатка. Хотя нормально. Неужто Америка в обычный век свалилась? Нееет. Так, так. Самое смешное, кстати, Аи-бот Америка осуждает, если ты в темные века выходишь. Аббинaren, которые вывели, они не попали. Тридцатка. 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 Ну ладно, я предлагаю закончить. Спасибо за игру. И тебе спасибо за игру. Мне кажется, ты немножко просто подзабил на развитие слегка. Ну, есть немного. Я не вижу здесь, ну, по армии, как бы мы примерно равны особо были. То есть я не старался как-то на тебя сильно нападать. Мне не хотелось юниты терять. Но по науке и культуре я явно впереди. Причем, вот сколько у тебя... Ну, например, там что? Вот у меня кавалерия открыта. У меня тут 5 ходов до нарезных стволов. То есть до моего мужественного всадника. Например, там и нефть невелико. 75 науки, 111 культуры. Нормально. У меня там три царика, по-моему, науки всего. Ну, у меня была культура, и определенный этап пока нам надолго упадал. Нормально. И, кстати, еще вопрос, зачем ты дофига послов в Карфаген закидывал? Ну, у меня было изначально три, потом я четвертого как-то получил. Каким-то квестом. Потом думаю, дай-ка докину еще два. И ты бы на следующей или через два хода как-то пересозренил этот надмодол. Ну, я вот смотрю, такие луки слива не строишь, я думаю. Как бы так, надмодол все равно рано или поздно подтия ляжет. Ну, еще и ГГшки все так заспавнились ровно в твою сторону. Как бы, если даже я созеренил бы активно ванмодол, ты скорее бы всего пошел бы его забрал. Да, наверное бы забрал, да. Сам с Карфагеном я постоянно бандар-брюней воевал. Ну, вначале было прикольно, они тебя сверху прессуют на пару. Ну, они так слабенько прессуют, я даже не обращал внимания особо на них. Ну, спасибо за игру. Да, спасибо большое. Удачи-то. В финале. Сыннику. Спасибо, что засырели до конца. Я Леша Колецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько вопросов. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засырели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.